МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии показатели младенческой смертности на уровне Европы, США и Японии. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе всероссийского селектора на совещание под председательством вице-премьера страны, правительства страны Ольги Голодец. Вот уже пять лет наша республика занимает лидирующие позиции по уровню младенческой смертности среди всех регионов России. Минувший год не стал исключением. И если раньше Чувашия занимала второе и третье место, то в 2015 году мы вышли на первое. Нужно сказать, что это результат долгосрочной работы всей республики по достижению этого показателя. По сути дела, показатели стали снижаться с момента, когда в республике пошло полное реформирование перинатальной службы. Это 2000-й год, 2001-й год открытия перинатального центра. И вот в течение 15 лет централизация службы, централизация наонтологической службы, воспитание кадров, оснащение оборудованием. И вот этот комплексный подход к реформированию этой службы, сегодня мы видим вот такие вот результаты. Есть и вторая сторона медали. Показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия региона в целом. В структуре младенческой смертности есть как бы два очень больших блока. То есть это смертность детей до одного года. И до одного года, и там мы знаем прекрасно, что есть смертность чисто медицинская, то есть это вот в родильные дома, смертность от болезней. Но есть и еще целый пласт, это смертность детей от так называемых внешних причин. Поперхнуться молоком, задохнуться в подушках, упасть с окна многоэтажки. Большая часть смертей происходит из-за внешних причин. Поэтому развитие института семьи, решение жилищных и бытовых вопросов, проблем сиротства тоже немаловажные факторы, влияющие на показатели младенческой смертности. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Подарков много не бывает. Воспитанники второй коррекционной школы Чебоксар продлили себе праздники с помощью взрослых. Дети получили сладкие подарки от партии «Единая Россия». Акция «Шоколад детям» стартовала еще в декабре. За это время удалось собрать 10 тысяч плиток, а это почти тонна шоколада. Сегодня сладкий подарок получил каждый ученик. Вторую коррекционную школу посещают ребята с тяжелыми нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. К приезду гостей они готовились. Ни одна шоколадка не останется без получателя. Гостинцы вручат ученикам еще пяти школ. Цель этой акции – это одна, чтобы наши дети больше радовались. Здесь больше счастья, больше улыбок было. Ну и привлечь внимание общественности, что мы должны помогать детям. Спасибо! Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. О реализации государственной программы поддержки сельских предпринимателей говорили сегодня в Мариинско-Посадском районе. Министр сельского хозяйства Чуваши Сергей Артамонов побывал в крестьянско-фермерских хозяйствах. В прошлом году в хозяйстве района поработали неплохо. Средние надои с одной коровы составили 5300 литров молока. Есть и рекордсменки – 6 с лишним тысяч. Больше половины всего молока в районе 58% получили в хозяйстве нам эко. Выполнены и планы по сбору картофеля и овощей. Если взять 5 лет на хозяйство, у них 290 центнеров с гектара получили. Овощи у них с одного гектара получили 472 центнеров с гектара. Я считаю, для нашего района, для наших хозяйств это хорошие показатели. В 2015 году в Чувашии действовала программа, которая позволила сельхозпроизводителям, которые строили здания для хранения овощей и картофеля, получать субсидии в размере 30% от затрат на строительство. Эти деньги мы тоже получили, построив хранилище, в первую очередь затратив в собственных средств около 6 миллионов рублей. Чем интересен этот проект? Тем, что выращивая продукты картофель, свекла, морковь выращивая, можем хранить длительное время, в течение конкретно года и держать достаточно умеренную цену, скажем, для наших потребителей, для наших горожан и жителей Чувашской республики. Государственная поддержка в 2015 году составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей. В числе получателей и фермер Александр Белов. Специализируется на растениеводстве и животноводстве. В хозяйстве 170 гектаров, посевных площадей и 155 голов крупного рогатного скота. Надо сказать, что в Морпосадском районе, несмотря на сложные экономические условия, в прошлом году ни одна ферма не закрылась. Во многом благодаря помощи из бюджета. Всего 23 семейные фермы работают, на сегодняшний день действуют. Что касается начинающих фермеров, то 184 фермера. Наша основная задача, в первую очередь, мы сейчас приоритетом при поддержке фермеров будем, как и Владимир Владимирович Путин в послании обозначил, поддерживать больше эффективные хозяйства. Кстати, правила получения господдержки изменились. Необходимо с этого года условия, чтобы уровень зарплаты в хозяйстве был не ниже, чем в среднем по отрасли в Чувашской республике. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Волгу оккупировали любители подледной ловли. Спасатели республики усилили контроль за давно излюбленными местами. Сегодня в рейд вместе с сотрудниками МЧС отправилась и наша съемочная группа. Даже в будни в этих местах настоящий аншлаг. Испытать рыбацкое счастье сюда приезжают жители из других регионов. Сейчас на левом берегу Волги и яблоку негде упасть. Рыбаки со стажем говорят, что им важен не только улов. Природа, отдых культурный. Самый замечательный отдых, чем дома сидеть. А клев вообще есть? Клева сегодня что-то нету, холодно. Правда, о своей безопасности заботятся далеко не все. Инспекторы ГИМС отмечают, что и на льду необходимо соблюдать дистанцию. Рыбаки должны находиться на расстоянии 5 метров друг от друга. Спасатели советуют вооружиться и специальными инструментами. У рыбака должно быть пешня, должны быть вот такие вот шильца. Это для того, чтобы здесь пешня, для того, чтобы прощупывать впереди себя лед. То есть какой он крепкий, не крепкий, можно туда идти или нет. Вот такие вот шильцы для того, чтобы если человек вдруг провалился, он мог их быстро выхватить и, цепляясь за лед, благополучно выбраться на лед. Любители зимней ловли пренебрегают и границами запретной зоны. Рыбачить в таких местах опасно, в любой момент на льду могут появиться трещины и промоины. Толщина льда в этих местах непостоянная. Где-то она превышает 30 сантиметров, а где-то не достигает и 10. В МЧС отмечают, что рыбачить здесь опасно. Из-за сброса воды на Чапасарской ГЭС лед подмывает течение. Из-за редких морозов в декабре в этом году на водоемах республики лед окрепнуть не успел. Передвигаться по нему на машинах запрещено. Недавно произошел такой случай на Сурском участке. Мужчина решил покататься по Суре, провалились. В канун буквально Нового года, 31 числа, два человека успели выпрыгнуть с машины и остались живы. А водитель автотранспорта ушел вместе с машиной под лед. Сотрудники МЧС следят за рыбаками круглые сутки. Профилактические рейды продолжатся. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Когда ловят, рискуют рыбаки, а после покупатели. Как не столкнуться с испорченным товаром и избежать неприятных последствий, выясняла наша съемочная группа. С рыбными запасами Чуваша проблем не испытывает. За 2015 год промышленным прибрежным рыболовством выловлено около 200 тонн рыбы. Сколько смогут поймать любители, сидя у лунки, зависит от удачи. Что касается любительского спортивного рыболовства, у нас любительского спортивного рыболовства на территории Чувашии, согласно правилам Ворско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, бесплатно и доступно, могу ответить. И уже по большому счету любитель спортсмена или рыбака-любитель может распоряжаться данной рыбой, в принципе, по своему усмотрению. И иногда такая рыба попадает на прилавки, часто несанкционированные. С виду безобидная, но никто не может гарантировать, что вы останетесь живы и здоровы. Вы при реализации продовольственных товаров, в том числе и рыбу, вы должны иметь при себе документы, подтверждающие безопасность качества. У вас люди покупают этот товар, они его употребляют, потом могут заболеть какими-либо болезнями. Вы об этом должны думать. Администрация города Чебоксары ежедневно проводит рейды по таким стихийным торговым точкам. Их число удалось сократить с 25 до 7. Но несмотря на штрафы и санкции, некоторые продолжают незаконную продажу. Верный способ купить качественную, свежую рыбу – отправиться в торговый центр или рынок. Здесь можно запросить все документы, подтверждающие ее качество. На центральном рынке ответственность за это несет ветлаборатория. Вот сом, судак, лещ, карась, что прошла ветеринарную санитарную экспертизу, безопасно, через лабораторию. Все законно. Все законно, да. Все документы. Номера, лекции деятельства имеются. В адрес администрации города руководству не было обращений, что кто-то, например, житель города Чебоксары приобрел, например, в стационарных торговых комплексах или рынках речную рыбу или привезенную рыбу, и отравились. Такого не было. Рыба, конечно, не грибы, но отравление ею может привести к очень неприятным последствиям и даже летальному исходу. Стоит ли доверять сомнительным продавцам – решать каждому. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра журналисты Чувашии соберутся на свой профессиональный праздник – День печати. Он отмечается в 3-е воскресенье января в честь выхода первого номера первой чувашской газеты «Хэпар». Произошло это 110 лет назад. Как живет одноименный издательский дом сегодня в нашем сюжете. Отцом-основателем журналистики Чувашии считается Николай Никольский, первый главный редактор газеты «Хэпар». Издавалась она в Казани и распространялась на территориях Казанской губернии, населенных Чувашами. В разные годы газета выходила под названиями «Канаш», «Чувашкоммуны», «Коммунизм Елави», но всегда оставалась главным периодическим изданием на чувашском языке. Интересный факт. Раньше большой коллектив выпускал одну газету, сегодня теми же силами издают 15. Время и творческие силы экономят компьютер. Существенно сократились затраты на печатание текстов. Специальные программы позволяют ускорить верстку и набор. После ряда экспериментов удалось адаптировать их к чувашскому алфавиту. В результате получился красивый шрифт, по которому сразу узнают издание «Хэбар». Желаем, чтобы все переходили на единый шрифт, чтобы все газеты, а то у нас одни с одним шрифтом, другие с другим. У нас на сайте есть шрифт, можно скачать и пользоваться этим шрифтом. Да и сами печатные издания очень комфортно чувствуют себя в интернете. Споры о том, поглотит ли всемирная паутина газеты, радио и телевидение вместе взятые, прекратились сами собой. Люди по-прежнему читают газеты, но уже в электронном виде. Хотя газетчики уверены, их труд еще долго будет востребован. Мы стараемся, например, дать какую-то информацию на сайт, на интернет, а подробно уже на бумажной версии. Когда читаешь материал, скажем, бумажной версии, все-таки это надолго запоминается и хранится. Мы поздравляем коллег с профессиональным праздником и говорим спасибо, ведь благодаря газете «Хэбар» мы получили такой замечательный повод для ежегодной встречи, как День печати. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков. Республика. Пока эксперты строят прогнозы, насколько еще может упасть рубль по отношению к доллару и евро, и когда поднимется цена на нефть, жители гадают. Идет святочная неделя. Старшеклассники от Лашевской школы решили погадать, как это делали их бабушки. И заодно изучить традиции. Сколько баллов получится набрать на ЭГЭ? Какая оценка выйдет за четверть? Вот что больше всего волнует старшеклассников, думала наша съемочная группа. На деле оказалось, что учеников интересуют дела сердечные. На вторую половинку девятиклассники гадали больше всего. Суженый мой, ряженый. Покажись мне, покажи свое лицо. Пока одни терпеливо смотрели в зеркало, другие выбрали более быстрый способ. Моя жена откуда будет? Носок валенка указал на северо-запад, а это значит, что жена Леня Алексеева будет из Чебоксар. Изменения в личной жизни можно спрогнозировать и схватившись за забор. Если количество досок четное, то в этом году гадающие встретят вторую половинку. Качество будущих супругов узнавали с помощью курицы. Если та в первую очередь подходит к гороху, считается, что избранник или избранница будут скупыми. Если к пшену, это к большому количеству детей. Еще одна любимая нашими предками традиция – калятки. Понятно, почему. Святки в нашей местности давным-давно были, я думаю, и будут дальше. Это смотря на детей, могу так сказать, интересуются. Сейчас, которые рассказывают наши дети, мы ходили по деревне, бегали. Я говорю, не хулиганили? Нет, мы на этот раз не хулиганили. Мы же знаем теперь, что мы в дом свят несем. Калядовать и гадать можно до крещения. Конечно, к гаданиям никто из этих школьников серьезно не относится. Но есть одно предсказание, которое точно исполняется. Если просидеть со свечками у зеркала всю ночь и забыть про уроки, будет двойка. Сергей Иванов – шестикратный чемпион страны в групповой велогонке. Уроженец Чуваши назначен главным тренером сборной России по велоспорту на шоссе. После завершения спортивной карьеры Сергей Иванов работал спортивным директором российской профессиональной команды «Газпром Русвела». В активе нового тренера две победы на этапах Тур де Франс, а также первое место в однодневке мирового тура. Главная задача, которую для себя в должности главного тренера сборной страны поставил Сергей Иванов – достойное выступление команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Чувашии, в ближайшие дни в республике снова ожидается снегопад. По прогнозам, погода в регионе начнет понемногу ухудшаться уже завтра, в субботу. Начиная с полудня и воскресенья на территории республики пройдут сильные осадки. Вероятно, усиление ветра. Ожидается метель, на дорогах возможно образование гололедицы, снежных заносов и накатов. Администрация города и МЧС призывают водителей по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта. А также просят не оставлять свои машины вдоль проезжей части на узких улицах. Таким был этот день глазами журналистов Национальной телерадиокомпании. Я с вами не прощаюсь. После блока рекламы информации о погоде смотрите интервью по существу. Мы будем беседовать со старшим помощником руководителя следственного управления СКР Почувашии об итогах прошедшего года Олегом Дмитриевым. Субтитры создавал DimaTorzok